Приветствую вас, и чтобы ответить на вопрос, все ли хватает вашему мучу, нет ли каких-то моментов, которые его не устраивают, не удовлетворяют, нужно детально проанализировать ваши отношения. Скорее всего, что-то заключается в том, что вначале ваш муж всю свою энергию, все свои силы, время отдавал вас, и в какой-то момент это все вошло в привычку. Ну, за шеста лет. И мужчина чувствует себя мужем с вами, отцом с детьми, а вот, собственно, мужчиной, то есть тем, кем он был с этими вот людьми, с которыми переписываемся, он себя не чувствует. И этого ему не хватает. Собственно, отсюда и возникает его потребность в этом общении. Он как бы напоминает себя о том, что у него была молодость, что он когда-то там был, я не знаю, очень такой активный, свободный и так далее. Сейчас у него ничего этого нет, остались только воспоминания, и эти воспоминания ему дороги. Вы сами пишите, что в этих переписках нет ничего такого, значит, мужчина четко соблюдает границы. Кроме того, если эти люди действительно для него дороги, то он, в принципе, просто может общаться с ними, как с друзьями. Ну, в конце концов, он же не может, да, со всеми взять и перестать общаться. То, что у него хранились какие-то контакты, там, друзья и так далее. То, что он, то, что вы, точнее, называете фиртом, вполне может быть таким привычным форматом, привычным форматом общения для них. И я понимаю, что вам неприятно, но если дальше в этих вот слов дело не идет, если ничего пошлого нет в переписках, как вы говорите, то, соответственно, волноваться нечего. Но, все-таки действительно что-то мужчину толкает на такое поведение. И я думаю, что вам нужно отношения освежить в любом случае. То есть, в отличие от моего коллеги, я не буду утверждать, что ваш брак обязательно может разрушиться. Вы вполне можете жить так достаточно долго, довольно долго. Можете прожить так всю жизнь, и рано или поздно мужчине это общение просто перестанет нравиться, и он сам его прекратит. Но, чтобы сейчас у вас не было таких проблем, рекомендую все-таки отношения вам освежить. То есть, постараться принести в них что-то новое. Постараться твоего мужа как-то удивлять. Постараться менять привычные модели поведения, и так далее. При этом, конечно, изначально озаботившись пониманием того, чего же мужчина хочет все-таки. Это первостепенный момент. И вот, дальше, когда и если вы все это делаете, и когда и если вы видите, что ваш муж вам отвечает, что он оценивает то, что вы делаете, что он прям вот, как бы, с радостью все это принимает, точно что-то делает, когда и если все это произойдет, вы посмотрите, будет ли он общаться с этими людьми или нет. Если будет, значит, это просто, ну, как бы, такое, знаете, вот, светское общение без чего бы то ни было. Если не будет, значит, ему чего-то не хватает. Но если общение сохранится, то вы, по крайней мере, будете честны перед собой, ибо вы сделали все, что в ваших силах. Я имею в виду все, что в ваших силах, для того, чтобы мужа сделать счастливым. Если, может быть, этого недостаточно, то это уже его проблема, не ваша. То есть тут нужно, чтобы вы, желая как-то осверлить отношения, не стали заложницей возможных желаний вашего мужа, чтобы вы не стали протокать всем его капризом, чтобы вы все-таки сохраняли свою самобытность, независимость и так далее. Это позиция уважающей, любящей себя женщины. Ну, а если говорить о том, в какую сторону, ну, в какое направление вам двигаться в том, чтобы удовлетворить желание мужчины, то я думаю, что это все-таки возможность ощущать себя мужчиной в узком смысле. То есть это вот может быть. Ну, тут по ситуации нужно смотреть, то есть какие вкусы у него, какие предпочтения у него, то есть что он любит, а что ему нравится, там, может быть, стоит устроить вечер только вдвоем, или выехать на пару дней куда-нибудь без детей и так далее. То есть тут нужно рассматривать несколько вариантов всегда. Но, тем не менее, думаю, это то направление, в котором вам можно и нужно двигаться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.